Почему студенты привержены плагиату? С приходом интернета в нашу жизнь использование информационных технологий стало обыденным явлением, ежедневным. Поэтому авторы работ, монографии, студенты, также простые люди, к сожалению, не совсем осознают, что такое интернет. И представляют себе интернет как открытый источник информации, где каждый помещает туда ту информацию, которую хочет, и тем самым придавая этой информации публичность. И, к сожалению, многие неправильно интерпретируют вопрос публичности и не учитывают авторские права этой информации. Наипопулярнейший, так сказать, способ копирования на данный момент является copy-paste. Очень популярный способ среди студентов, которые пишут работы, меньше попадаются среди докторских диссертаций. Но, к сожалению, в современном мире copy-paste и ghostwriting пронизан буквально всеми работами, с которыми мы встречаемся, в той или иной форме. Есть такой пример в Украине, как быстро можно найти работу в интернете, скажем, онлайн-способу. Как вы видите, за буквально 17-й долей секунд мы нашли 4 миллиона 680 тысяч работ. Тем самым эта, так сказать, индустрия стала конверсиализированной. Очень много объявлений можно найти в интернете, что на самом деле является большой проблемой, которую нужно немедленно решать. Как мы видим, проблема с плагиатами является глобальной проблемой. Она не только есть в Польше, и в Румынии, или в Соединенных Штатах встречается, и в Украине, и в других странах. И она связана не только с отношением к плагиату. Она, конечно же, связана еще и с интернетными технологиями, которые используют студенты в повседневной жизни для написания своих работ. В Германии, как вы видите, больше 50% работ, значит, статистика 2006 года, это статистика 2006 года, наверное, динамику уже улучшилась за это время. 50% работ имеют в ту или иную форме, содержат плагиат. В Соединенных Королевствах 58%. Что говорит эта статистика? Говорит о том, что проблема плагиата глобальная и встречается везде, даже в развитых странах. В Украине у нас есть вот такая статистическая информация господина Вилля Бакирова из Фарковского университета. 67% студентов обманывают на экзамене и почти 90% студентов. Ну, вы знаете, студент от студента отличается. Есть более сознательные, которые, и более сознательные профессора, которые их правильно направляют. Есть студенты, которые, к сожалению, не хотят тратить свое время и пытаются найти, как говорится, шорткат, короткий путь, написать свою работу. В Великобритании, в каждой стране по-разному подходили к проблемам плагиата, и каждая страна пытается найти панацею от этого, выбрать свой собственный путь, найти возможность решения проблемы плагиата комплексно, потому что так оно и должно быть. В Великобритании, значит, правительство Великобритании поддержало университетов, спонсировав их вначале, предоставило им определенную информационную поддержку компаний антиплагиатных технологий. Ну, в Великобритании, вы знаете, вы, наверное, знаете, какие антиплагиатные технологии компании популярны. В Словакии, значит, при этом очень важно было для британских университетов обеспечить конкуренцию, конкурентоспособность среди антиплагиата программ. В Словакии с 2009 года работает центральный репозитарий работ, а также национальная антиплагиатная система, которая подключена к этому репозитарию. В Германии все достаточно фрагментально, потому что авторское законно-отовское право не позволяет публицировать, так сказать, работы без разрешения автора. Тем самым очень сложно сравнивать работы между университетами. И там, как правильно, студенты друг у друга переписывают и из одного университета другого перекачивают работы. Методы решения плагиата. Мы считаем, что плагиат, как и везде, требует комплексного подхода. И данный комплексный подход, он учитывает обязательную проверку всех работ. То есть работы должны быть проверены не чисто на уровне, скажем так, волонтерства, а должно быть общее центральное решение по проверке работ в обязательном порядке. Онлайн-публикация. Публикация работ посредством интернета, центральной репозитарии работ, использование информационных технологий в академическом процессе, а также процедуры, которые были бы унифицированы и использованы всеми университетами как стандарт. К сожалению, к счастью, информационные технологии, которые все больше и больше проникают в академический процесс, с одной стороны, они, конечно же, могут сформировать какие-то определенные сложности, но в своей массе они как раз-таки решают проблему с плагиатом, потому что именно в информационных технологиях, если правильно к ним подходить, они позволяют обеспечить транспарентность образовательного процесса. Те информационные технологии, которые сейчас популярны в университетах, это и learning-платформы, и LMS, значит, онлайн, и дистанционное образование, облако, электронные библиотеки и открытые источники для цитирования. Все, что вы видите, является, так сказать, не с какой-то стороны, это не есть, как говорится, direct control в виде антиплагиатных технологий, но это именно те технологии, которые, с другой стороны, indirectly, так сказать, обеспечат повышение качества образования, с другой стороны, поднимут транспарентность, привлекут студентов к образовательной деятельности или академическому процессу еще больше, поднимут интерес к академическому процессу, более, значит, индивидуализируют образование, тем самым приведут, значит, вовлеченность студентов в образовательный процесс значительно увеличится, и, безусловно, это повлияет и на качество образования, и на уровень плагиата в университетах и образовательных учреждениях. Информационные технологии каким образом влияют на академический процесс? Во-первых, collaboration of ideas, сбор идей, когда есть возможность студентам обмениваться идеями намного быстрее, намного транспарентно, и идеи, то есть, что, с другой стороны, позволит предотвратить фальшивие идеи или копирование данных идей, и также ускорит обмен информации среди участников образовательного процесса. Что касается развития, значит, research skills, значит, возможно, опыта, да, опыта, опытов или навыков студентов в поиске информации и в исследовательском поиске, это достаточно важный, важный навык студентов, потому что именно данный навык позволяет студенту научить студента быстрее, то есть, в правильной форме искать информацию, правильно ее обрабатывать, и тем самым в правильной форме ее презентировать. Также информационные технологии учат людей, студентов, быть ближе к реальному миру, реальному миру, где на данный момент информационные технологии являются повсеместными, и, значит, с ними связана также и карьерная деятельность также. Оцифрование работ позволяет получить больше доступа к документам, к работам, которые можно будет переработать и понять, потому что, вы знаете, ситуация такая, что сейчас все больше и больше учебных материалов и работ или документов переходит в электронную форму. Уже не нужно таскать с собой или там покупать, выходить в библиотеки, покупать книги или же брать эти книги. Все можно найти в интернете, скачать на свой компьютер и читать это в то время, которое у вас есть между делом. Это намного ускоряет процесс как образования, так и увлеченность в академический процесс. Я хотел бы показать некоторую динамику развития информационных технологий. Даже нашел, значит, информацию по Украине за пять предыдущих лет, до 2015 года, значительно вырос объем использования и лернинг-систем в образовательном процессе в Украине до 2015 на 20%. О чем это говорит? Большая вовлеченность и лернинга, или и лернинг-платформ, систем в образовательный процесс, тем самым намного его больше ускоряет, улучшает качество образования, тем самым способствует предотвращению плагиатов в образовании. Данная информация показывает, что в Европейском Союзе на протяжении четырех лет по категориям стран, 27 стран, 28 стран, и по всему европейскому континенту, на протяжении четырех лет увеличилось количество людей, пользователей интернета, которые ищут информацию в образовательном целях, что показывает хорошую динамику того, что интернет уже, интернет пользуется большим спросом и все большим спросом для цели образования, нежели для каких-либо развлекательных целей. Конечно, развлекательные цели тоже являются частью интернета. Что на протяжении... То есть я хотел бы сказать, что наша компания работает больше десяти лет, я еще покажу, но мы постоянно совершенствуем наши технологии, потому что то, как студенты пытаются обмануть университет или обмануть антиплагиатные системы, мы все с этим знакомы, мы знаем, как это... как студенты, они очень... науки у них очень гениальны в этом деле, и тем самым мы создали новый алгоритм, который сейчас на данный момент презентируем в Польше и в других странах, и хотели бы показать его вам, который учитывает, значит, несколько таких факторов изменения слов или изменения состава слов, синонимы, диакритические знаки, изменения местоположения слов. Это то, что часто использует студент при... или же автор работы при попытке сплагиатить свою работу. Данная технология на данный момент работает только в Польше, и мы очень надеемся, что через некоторое время в Украине также эта система будет работать на украинском языке и украинском алфавите. Ага, и еще очень важный момент, что наша система начала использовать синонимы, то есть загрузив словари, мы можем на определенных языках находить синонимы слов, тем самым увеличив результат поиска по заимствованию. И именно данный подход, данная технология позволила нам переводить синонимы, то есть слова на синонимы, и тем самым искать переводы в заимствование, в тексте искать переводы в переводческой заимствование, то есть переводческий плагиат. Данная система пока работает только в Польше, и мы надеемся, что очень скоро мы сможем находить заимствование или плагиат в переводах с русского на украинский, либо с английского на украинский язык. Что мы... Немножечко о наших продуктах. Наша антиплагиатная система, страйкплагиаризм.ком, значит, работает на нескольких языках, многоязычный интерфейс. Мы также предоставляем академический архив, который работает посредством интернета, интернет-интерфейса. Также аудит антиплагиатных процедур и антипиратский софтвер, программа для издательств. Значит так, немножечко информации про компанию плагиат Пиел. Мы более 10 лет на рынке антиплагиатных технологий обеспечиваем нашими технологиями и процедурами более 250 университетов в 9 странах, в 8-9 странах. Также являемся участниками центральной базы данных в Румынии, центральной базы данных диссертаций, которые имеют наш антиплагиатный модуль. Такая же система есть в Польше и более 200 университетов в Польше используют нашу программу, антиплагиатную программу. Также хотел бы сказать, что в 2013 году был проведен рейтинг госпожой Дебрю Февербульф в университете и нам дали достаточно хорошую оценку среди антиплагиатных программ, которые в то время работали на европейском рынке. Спасибо большое.